Друзья, меня поражает, что до сих пор, по прошествии столько времени, мне продолжают и продолжают писать в личную почту и в комментариях о случае так называемого изнасилования, массового изнасилования немок в Кельне. Я всегда думал, что эту тему откомментировали со всех сторон, но вижу, что русскоговорящая сторона продолжает настаивать на том, что этот случай действительно был и что немок в большом количестве на самом деле изнасиловали Сильвестрову ночь накануне празднования Нового года. Я устал объяснять в каждом случае, что это невозможно и все было совсем не так, как вам предоставляли это в русскоговорящем сегменте. Поэтому посмотрите отрывок выступления Алексея Арестовича перед украинскими журналистами, где он подробно разбирает эту ситуацию. Если я буду говорить об этом, вы скажете, что я всячески защищаю Германию, а если скажет об этом посторонний человек, то многим, может быть, станет понятно, что есть много людей, кто здраво оценивает эту ситуацию, кто понимает, что происходит на самом деле. Итак, Арестович рассказывает о инструментах информационной войны и как производятся подобные мероприятия. Это был случай в Кельне в декабре 2015 года, когда нехорошие люди арабской национальности массово облапали несчастных немецких женщин. Помните? Ни у кого ничего не возникло, вы же журналисты, не дрогнуло в душе. Я вам расскажу, как это делается. Вызывает директор ФСБ, начальника управления к себе и говорит, Семенович, в июне страны Евросоюза будут голосовать за отмену санкций против России. Или за продолжение санкций в июне 2016 года. У тебя полгода на то, чтобы существенно повлиять на эту ситуацию. Думай что-нибудь, делай что-нибудь. Что делает нормальный человек? Генерал-лейтенант ФСБ. Он вызывает полковника и говорит, что у нас там в Евросоюзе, расскажи, мне некогда просто. Я дачу строю. Он говорит, а в Евросоюзе у нас сейчас правит Ирландия, возглавляет Евросоюз, а следующий будет Словакия. Словакия. И какова позиция представителя Словакии, президента Словакии, Роберта Фицо, такой знаменитый был тогда. Он очень любит мигрантов. И очень любит Россию. Он говорит, отлично. Он вызывает подполковника и говорит, дядя, значит, через третьих лиц нанимаем арабскую банду в Париже, одну, вторую, третью, покупаем им билеты, они садятся на поезд, едут в Кёльн на новогоднюю ночь и массово пристают к немкам разных возрастов. Внимание, изнасилования запрещены, легкие и средние телесные повреждения запрещены, задача по максимуму облапать, понимаете, да? Ну, такая простая задача. Не спрашивайте, почему. Хорошо. Потом отдают другому полковнику, начальнику управления информационно-психологической операцией, говорит, Семен, у тебя там есть 500 волонтеров, посади их за компьютерой. Задача отслеживать реакцию в социальных сетях и немецких медиа, и шире европейских медиа. Понятно? Уловил? Уловил. Прекрасно. Заезжают арабы, облапали немок и уехали. Это была предварительная работа. Автор концепции гибридной войны, начальник генерального штаба Российской Федерации, Герасимов, генерал, да, он сказал, что гибридная война, это война, которая ведется преимущественно невоенными средствами. Соотношение военных и невоенных факторов один к четырем. На одно военное действие, четыре действия невоенных. Экономических, информационных и так далее. Преимущество, преимущественно информационных. Понимаете, да? И дальше начинается очень интересная штука. Я внимательно отслеживал, как они крутили эту тему. Возникает мем. Мем звучит так. Немецкие мужчины, немецкая полиция и немецкие власти. Это худшее, что есть в этой старушке Европы, которая давно превратилась в музей. Они потеряли азарт, они потеряли пассионарность. Они не способны защитить своих собственных женщин от приставаний. Откуда эта тема возникла? Был югославский конфликт. Общее количество изнасилованных женщин в югославском конфликте достигло, по-моему, 260 тысяч за 10 лет. Люди, которые за этим следили и которые это устраивали, установили, что лучший способ, один из лучших способов, деморализовать противостоящую сторону, это замкнуть вот этот контур. Мужики, которые на фронте, или потому что на фронте, или просто потому что они не такие мужики, не в состоянии защитить себя женщин. Значит, это племя, племя, трайп, не дееспособен, понимаете, да? То есть если мы, мальчики, не можем защитить вас, девочки, от того, что какие-то арабские эмигранты хлопают вас по округлым частям тела, то значит мы лохи, простыми словами. Эта нация не жизнеспособна, она не способна бороться, она вообще ничего не способна сделать. Улавливаете, да? Это месседж, который очень красиво задвигается. Люди, которые повлияли на американские выборы, сейчас этот скандал крутится, уж как-нибудь повлиять на немецкие соцсети могли вполне, и на европейские. Дальше что? Дальше порождаются две очень интересные легенды. Первая легенда звучит так. Женщину там чуть ли не насиловали пять арабов, а ее муж стоял и сказал, дорогая, я не могу тебе помочь, потому что должна приехать полиция, я не имею права вмешиваться в эти вещи. Раз. Очень по-всякому крутилось. То есть кто-то выдумал ему имя, этому человеку, кто-то там сказал, что он его давно знал, и пошло-пошло. Эта несчастная женщина вырывается и бежит в ближайший отель, где сверкает огнями, и швейцар любезно раскрывает двери, она забегает, там оказывается еще четверо таких женщин. Оголтелая арабская толпа бежит. Куда? Выбивает двери. Но швейцар этой гостиницы, кикбоксер, выходит вперед и говорит, пацаны, вы не правы, я не дам в обиду женщин, разворачивайтесь и уходите. Отгадайте, вы же журналисты с трех раз, кто он по национальности. Нет. Это было бы слишком жирно. Так не делают. По косвенным. По косвенным. В серп. Месседж такой, что пока слабосильные несчастные европейские мужчины, у которых вместо мозгов либерализм, сплошной демократия, а вместо кулаков демократия, не могут справиться с этой ситуацией, настоящие простые славянские парни, которые еще не утратили пассионарность, с которым молодая нация, молодые нации с бурлящей кровью, они и только они способны защитить женщин. Раз. Потом следующий момент. Помните историю с девочкой Лизой, которая достигла такого уровня скандала, что МИД Германии, Лавров это подтвердил, а МИД Германии вынужден был официальное опровержение опубликовать. На уровне МИДов была война. Девочка Лиза, дочка русских мигрантов, которую там изнасиловали арабы. Лизы никакой в помине не было, естественно. А откуда этот мем родился? Почему задвигали этот тренд? Потому что люди, отслеживающие социальные сети, посмотрели, что на форумах, в комментариях и так далее. Больше всего задело людей, больше всего реакций, больше всего обсуждений, репостов, лайков и всей этой валюты социальных сетей пришлось на ситуацию, когда 15-летние девчонки попали под вот это вот мероприятие. Когда 42-летняя женщина попадает под похлопывание по заднице, народа-то задевает, но меньше. А вот 15-летние девочки – это перебор, понимаете, да? И именно этот тренд крутили. Была выдумана Лиза, был выдуман распятый мальчик, как у нас когда-то, да? Все это было снято и задвинуто. И вот так оно отгремело. Я не знаю, помните ли вы или нет, но таких нападений было еще шесть. В Гамбурге, там еще в нескольких местах и так далее, и так далее. А потом что? Это прошло все в феврале месяце. С февраля, там, январь-февраль. Началось в декабре. А в конце февраля премьер-министр, вернее, президент Словакии Роберт Фитцов, следующий глава Евросоюза, заявляет, что все дело в мигрантском кризисе. Что немцы, которые завезли сюда больше всего иммигрантов, сами же и пострадали от этих мигрантов. Понимаете, да? Они пострадали от этих мигрантов. Они несут нам вот это, эту угрозу в наши дома. Поэтому мы с венграми отказываемся, что? Помните скандал? Они не принимали своих мигрантов, даже поставили границы внутри границ Евросоюза, которых не было, там, эти самые, высокие заборы. И пограничники там чуть ли не стреляли, чтобы предотвратить проникновение мигрантов. И все. И он начинает крутить эту тему. Эту тему подхватывают СМИ, в том числе авторитетные западные СМИ. Пошло, пошло, пошло. Мигранты – это плохо, Меркель – это плохо, позиция Германии несостоятельна. А раз позиция Германии несостоятельна, следующий этаж какой? Любой вопрос, любая тема, которая дискутируется, Германии что? Несостоятельна. Она «пидважина», есть такое хорошее украинское слово, «пидваживается». Например, тема о чем? О необходимости сохранения санкций против России. И европейцы знают, или те, кто отслеживал, что когда в июне был вопрос о том, продлевать санкции или нет, но борьба была очень нешутошная в Евросоюзе, еле-еле продлили, благодаря позиции той же самой Меркель, которая настояла, устояла, включила все возможные рычаги. Вопрос ставился о частичном снятии санкций против России. Вот так оно работает. Хочу добавить один момент. Больше всего эту тему подхватил Шарий. Если вы не помните, то я помню очень хорошо, раздувал он эту тему активно, что, кстати, лишний раз показывает, на чью сторону он льет воду или на кого работает. Ну а второе, для тех, кто все еще сомневается, хочу добавить. Для того, чтобы произвести изнасилование, необходимы определенные условия. Насилуют людей никогда не на улицах и уж тем более не на площадях, где тысячи людей. Насилуют людей обычно в очень темных уголках и желательно для этого, ну хоть какое-то подобие интимной обстановки. Извините за такие подробности. Поэтому, если кто-то до сих пор представляет себе, что на площади, где была многотысячная толпа, кого-то умудрились изнасиловать, то вы просто совершенно оторваны от реальности. То, что происходило за кулисами, рассказал Арестович. А я вам скажу, что происходило в реальности. В реальности шла толпа молодых людей, которые трогали девушек и женщин за разные места. За ноги, за руки, за куртки. Потом стали предполагать для того, чтобы вытащить кошельки и мобильные телефоны. Для многих это действительно выглядело, как сексуальное домогательство. На самом деле цель была, ну, грубо говоря, пощупать женщин в разных местах, а заодно и поживиться. Кстати, после этого случая у всех, у кого пропали мобильные телефоны, было дано объявление, что если вы пострадали, придите и получите новый телефон. И неожиданно пришло сразу несколько тысяч человек, близко там, не находящихся, просто для того, чтобы воспользоваться такой возможностью и получить новый мобильный. Поэтому включайте мозги, не верьте особенно, если что-то вам пытаются активно навязать со стороны российского информационного пространства. Эта страна ведет войну не по правилам. Их цели – дезориентировать вас, настроить вас против всего остального мира. В очередной раз призываю вас к осознанности, логике, просто к здравому рассудку.